студия диафильм представляет первый интернационал восстание селевских ткачей и парижских рабочих сороковые годы 19 века показали что пролетариат начинает выступать как самостоятельная политическая сила но первые выступления рабочих были разрозненными поэтому терпели поражение слева на картинке восстание селевских ткачей 1844 год справа на картинке бой все на антуанском предместе парижа 1848 года манифесте коммунистической партии карла маркса и фридриха энгельса на весь мир прозвучал призыв к международному пролетариату пролетарии всех стран соединяйтесь на фото слева обложка первого издания манифеста коммунистической партии и страница черновика написанная карлом маркс на фото справа обложка русского нелегального издания этой книги к началу 60-х годов 19 века странах западной европы и сша большое развитие получила крупная промышленность значительно выросла численность пролетариата возросло самосознание пролетариата и понимание общности интересов и задач 28 сентября 1864 года в лондоне было основано международное товарищество рабочих для защиты развития и полного освобождения рабочего класса на рисунки основание первого интернационала митинг в сен-мартинс-холле 28 сентября 1864 года для выработки программных документов новой организации был создан комитет него вошел маркс он стал по словам ленина душой этого общества автор моего первого обращения и массы резолюции заявлений манифестов во временном уставе международного товарищества рабочих говорилось что освобождение пролетариата может быть завоевано самим пролетариатом но для этого рабочий класс должен овладеть политической властью на фото титульный лист издания учредительного манифеста и временного устава международного товарищества рабочих несмотря на огромную работу над капиталом маркс находил время еженедельно посещать заседание генерального совета интернационала на фото таблица посещений заседаний генерального совета январь-март 1871 года развитие международного пролетарского движения мешали идеи мелкобуржуазного социализма прудон например идеализировал мелкотоварное производство отрицал необходимость экономической и политической борьбы рабочего класса сентябре 1866 года на первом женевском конгрессе интернационала была принята программа составленная марксом мне тесно указывалась политическая и экономическая борьба программу также входили требования законодательного ограничения рабочего дня и охраны детского труда первый том капитала главного труда маркса вышел в 1867 году это бесспорно самый страшный снаряд который был пущен голову буржуа говорил маркс бруссельский конгресс первого интернационала рекомендовал рабочим всех стран изучать капитал иллюстрации к капиталу художника геллерта бруссельский конгресс принял резолюцию маркса в ней говорилось что развитие машинного производства создает материальные условия необходимые для замены системы наемного труда подлинно общественной системой производства это означало принятие социалистической программы разрыв смерко буржуазными течениями интернационал был массовой международной организации пролетариата двери которые были открыты для любой группы рабочих признававшие его общую цель и задачи на карте распространение идеи интернационала к 1870 году во всех странах интернационал поддерживал всякое политическое движение направлено на прогрессивное развитие общества в англии члены интернационала участвовали борьбе за вторую избирательную реформу 1867 года на рисунке лондонские рабочие требуют реформы избирательного права на митинге гайд парке 1867 год во франции несмотря на полицейский режим второй империи с 1865 года быстро росли ряды секций интернационала среди руководителей французских рабочих выделялись левые прудонисты эжен варлен и зефирин камелины успехи статичного движения которое получило поддержку от интернационала способствовали распространению идеи воспитывалось чувство международной классовой солидарности на рисунке бастующие рабочие во франции по требованию фабрикантов против бастующих рабочих выступили правительственные войска так было например на угольных шахтах бельгийского города шар-ли-руа на рисунке расстрел бастующих рабочих в шар-ли-руа 1868 год концу 60-х годов правительство наполеона 3 напуганная ростом рабочего движения усилила преследование интернационала на судебном процессе интернационала рабочий лево франкель сказал союз пролетария всех стран совершившийся факт и никакая сила не сможет их разобщить на рисунке третий судебный процесс против членов интернационала во франции 1870 год победа идеи интернационала было основание в эзенайлхе германия германской социал-демократической партии это была первая массовая марксистская партия в европе ее создали вильгейм липхнет и август бебель ученики маркса по предложению маркса был введен генеральный совет интернационала энгельс одновременно он исполнял обязанности секретаря корреспондента для бельгии испании италии на рисунке сверху маркс энгельс среди докеров лондона на фото слева билет энгельса члена интернационала состав генсовета интернационала в разное время входили швейцарский часовщик герман юнг представители английских трет-юнионов от жир лак крафт французский рабочий дюпон деятели немецкого рабочего движения и кариус леснер русский народник лопатин польский революционер рублевский в апреле 1870 года группа русских политических иммигрантов основала русскую секцию интернационала по их просьбе маркс принял на себя обязанности секретаря корреспондента для россии в генсовете серна солович умер 1869 году и деятель русской секции интернационала уткин партнёв лавашова на базельском конгрессе началась борьба марксистского ядра интернационала против анархизма бакунина и его последователей отрицавших историческую роль пролетариата и необходимости здания пролетарской партии на фото слева делегаты базельского конгресса интернационала 1869 год на фото справа бакунин самого начала франко-прусской войны члены интернационала во франции в германии выступили против братоубийственной войны французы называли эту войну исключительно династической и целиком присоединялись к протесту интернационала против нее рабочий класс германии должен сам решать вопросы о войне и мире писали немцы призывая народы стать господами своей собственной судьбы 4 сентября 1870 года после поражения французских войск под седаном во франции была провозглашена республика на рисунке провозглашение республики парижи 4 сентября 1870 года с падения бонапартистской империи война стала для франции справедливой войной за освобождение своей территории во втором воззывании интернационала маркс призывал французский пролетариат использовать республиканские свободы для укрепления своей организации дальнейшей борьбы с капитализмом на фото второе воззвание генсовета интернационала 18 марта 1871 года в париже произошла первая мире пролетарская революция луиза мишель участница этих событий писала мы мечтали умереть за свободу 23 марта руководство парижской секции интернационала призвало рабочих активно участвовать в выборах коммун 28 марта 1871 года в париже на площади перед ратушей при огромном стечении народа рабочий ранге член цк национальной гвардии объявляет результаты выборов коммун на рисунке про возглашение парижской коммуны генеральный совет гордится той выдающейся ролью которую парижские секции интернационала сыграли в славной парижской революции писал карл маркс на фотографиях коммунары члены интернационала жоаннар лонге авриаль тэйс 16 апреля коммуна приняла декрет о передаче рабочим брошенных хозяевами мастерских коммуна безвозмездно возвратила трудовому населению заложенные в ломбардах вещи на рисунке рабочие забирают вещи из ломбарда руководство интернационала поддерживала связь отдельными деятелями коммуны маркс и энгельс регулярно информировали генеральный совет о ходе борьбы парижских рабочих франкель дмитриева коровина-круковская варлен 16 апреля 1871 года английские рабочие провели массовую демонстрацию солидарности с парижской коммуны и в горает парке передовые немецкие рабочие живейшим интересом следили за деятельностью парижской коммуны за выступления против захватнических планов пруссии и в поддержку парижской коммуны имперское правительство обвинила бебеля липнехта государственной измене 30 мая 1871 года на заседании генсовета интернационала было принято воззвание гражданская война во франции написанная марксом в этом важнейшем теоретическом документе на основе опыта парижской коммуны был сделан новый шаг в разработке учения пролетарской революции диктатуре пролетариата в обстановке реакции преследования рабочего движения и в первую очередь интернационала 17 сентября 1871 года собралась его лондонская конференция в резолюции конференции был обобщен главный урок парижской коммуны необходимость создания в каждой стране пролетарской партии противостоящей всем буржуазным партиям на рисунке выступление маркса на лондонской конференции после лондонской конференции маркс и энгельс развернули активную деятельность по мобилизации своих сторонников для борьбы с пакунистами так в испании большую работу проводил лафарк швейцарий беккер на гаацком конгрессе маркс его сторонники нанесли сокрушительный удар по паку низму представители которого были исключены из интернационала на рисунке выступление маркса на гаацком конгрессе 1 интернационала сентября 1872 года после гаацкого конгресса место пребывания генсовета было перенесено в нью-йорк генеральным секретарем интернационала стал зорге 1876 году конференция интернационала по инициативе маркса приняла решение о распуске интернационала 1 интернационал выполнил свою историческую роль заложив основу для создания массовых социалистических рабочих партий в рамках отдельных национальных государств в наши дни изменились формы международных связей коммунистических и рабочих партий но как и раньше и связывают идеи пролетарского интернационализма и антимилитаризма автор молок консультант доктор исторических наук бах художник-оформитель булатова редактор и виду хновская студия диафильм госкино ссср 1982 год озвучено для канала маркс был прав